Конечно, если бы этот заголовок, сразу скажу, был бы где-то в печатном издании, в рубрике «Анонсы» и именно с фотографией Юницкого, без текста и без возможности моментального доступа к этому тексту, то, может быть, это и был смысл какой-то такой бессмысленности некрасивой. Но в данном случае речь идет именно о статье, и с мотивировкой вот этого заголовка я могу, как читатель, могу ознакомиться немедленно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, ведь «Илон Маск» с «Собачьей несите деньги мне» — это часть заголовка. Часть. Вторая — «Беларусь» основал компанию за 400 миллиардов и строит в отместках старостной скобы. Скажите, пожалуйста, мне все равно непонятно, значит, кавычки «Илон Маск» с «Собачьей несите деньги». Почему кавычек нет? Да. Почему кавычек нет? Понятно. То есть заголовок, содержащий, ну, я не знаю, какие-то два заголовка, да? Один заголовок «Иносите деньги мне», и тут же идет как бы расшифровка того, что вот как автор высказал свое мнение в этом заголовке, и дальше идет расшифровка, что ли? «Беларусь основал компанию за…» Это так называемый подзаголовок. То есть, о чем вообще статья? Первое предложение, оно достаточно броское, но оно, в общем-то, не информативно. Оно не информативно для самой статьи. Понимаете? Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот по отношению, как вы указываете, к заголовку, вот кавычки не смотрятся прямой речью и высказыванием того же самого писца? Да. Так тут кавычек-то нету. Где кавычек нету? Ну, как-то нет. Кавычки. «Илон Маск, чушь собачий, несите деньги мне». Где? Открыли кавычки. Нету кавычек здесь. Ну, подойди сюда. Ну, пожалуйста. Ну, почему вы так над этими кавычками и застряли? А-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я не понимаю, о чем поговорить. А-а-а-а, мы разговариваем на разных стихах. О разных объектах. так кавычки . дальше продолжение заглавия что могу сказать что могу сказать